друзья всем добрый день на связи александр янюк я рад вас приветствовать на нашем обзоре фьючерсного рынка сегодня у нас необычный обзор сегодня мы не будем думать что там произойдет в ближайшую неделю с активами потому что особого смысла в этом нет все продолжит двигаться в тех установленных диапазонах которые на текущий момент есть потому что лимитные участники профессиональные с рынка ушли соответственно остались те кто удерживает просто диапазон цен если сходит вверх то продам если сходит вниз то подкуплю будет интересно сделать такой трейд а вот внутри диапазона там уже торгуют в основном мелкие спекулянты поэтому мы используем эту возможность для того чтобы посмотреть прогнозы крупнейших банков инвест домов на ближайших как минимум полгода посмотрим а также посмотрим как отрабатывают себя эти прогнозы погнали для того чтобы было больше понимания что это такое что это за индикатор который находится у нас вот здесь индикаторы целевые уровни банков это агрегированные данные сразу с нескольких инвестиционных домов крупнейших банков брокерских компаний которые прогнозируют то или иное значение по активам и чем больше попаданий чем больше идет сходство до тем тем вероятнее что этот уровень попадет к нам в список вот так какие из банков используется то что мне лично известно четыре банка да это hsbc банк сети банк дойче банк и без банк также там есть еще несколько но их название более сложные и менее известны поэтому вот так хочу сразу предупредить что у всех банков нету единой политики до что будет происходить с активом мнение расходится поэтому здесь как раз таки играет роль где больше всего внимания как его будет то есть банки они не сами торгуют по этим рекомендациям с большей вероятностью хотя кто знает это те рекомендации которые они дают своим инвесторам соответственно на этих значениях в любом случае к этим значением будет внимание инвесторов банков до внимание трейдеров которые работают с этим клиентам которые работают через эти банки соответственно там будет больше внимания больше лимитов больше объема больше ликвидности поэтому и эти области нами интересно это не только вот цена к примеру там до 117 все жестко 117 все по этой цене начали выставлять лимиты или отложенные ордера нет это опять же диапазон цен в котором будет скапливаться ликвидность и там будет интересно посмотреть за ценой выбрал для вас самые интересные на мой взгляд да то что чуть-чуть интересно хотя бы и давайте для начала посмотрим как они себя отрабатывают последний раз они обновлялись в июне месяце поэтому вот плюс минус этих отметок желательно и смотреть в какой именно день обновления было я не помню но точно в начале июня и так значит в начале июня крупнейшие банки ждали что евро за ближайших три месяца вырастет да то есть вот с этих отметок вот так они прогнозировали что евро в ближайших три месяца вырастет три месяца это у нас 9 9 месяц соответственно плюс минус вот здесь да они прогнозировали что цена будет в районе 117 чуть-чуть ошиблись 118 но направление направление было подано четкой в принципе в принципе зафиксироваться вблизи 117 это было достаточно интересно потому что как раз таки словили все вот это движение а уже дальше пилу пропустили окей но они также прогнозировали что до конца года как раз на следующих 6 месяцев до конца двадцатого года актив сможет снизиться до отметки 1 15 на базе чего они делают этот прогноз опять же не всегда понятно потому что разные банки разные подходы разная аналитика и оценка стоимости активов вот но там точно учитывается процентная ставка рост прирост ввп до рынок труда многие другие фундаментальные показатели так дальше примеру самые яркие например например это вот австралийский доллар прогнозировали что вот где-то здесь до прогнозировали что в ближайших три месяца цена опустится к отметке 071 а в ближайших там 6 12 месяцев поднимется к отметке 077 вот прям максимально крутое попадание по прогнозу согласитесь примут в три месяца мы опустились вблизи этой отметки и проболтались и дальше практически достигли цель но в принципе еще есть время конечно австралия сможет делать движение вверх вот то что не угадали это как раз таки по британскому фунту потому что мы видим что в начале июня у нас вот здесь где-то начале июня прогнозировали что в ближайшие три месяца отметная цена будет в районе 125 ну не дотянули сильно не дотянули до 3 фигуры практически на начало сентября а концу года прогнозировали что цена сможет подняться к отметке 1 и 4 но здесь тоже не дотянули хотя направление угадали угадали неправильно направление с прогнозировали отличие но движение не было таким ярким с большей вероятностью конечно сла коррективу и пандемия это что все-таки brexit состоялся дотянули до самого конца еще и еще и дедлайн нарушили вот по канадскому доллару плюс-минус аналогичная история то есть что-то сработало хорошо что-то нет то есть вот к примеру цель на три месяца нет а вот цель на 6 месяцев и в принципе на 6 месяцев все прям супер четко себя отработала вот плюс-минус вот так вы можете просмотреть те идеи которые были у инвест банков к сожалению в ближайшее время эти целевые уровни будут обновлены на следующий год уже потому что уже подошли новые отчеты новые аутлуки банков на двадцать первый год поэтому если вам интересно проверить как они работают вы это можете сделать да но учтите что последнее обновление было в начале июня и соответственно сейчас уже прошло шесть месяцев поэтому актуально проверять трехмесячные цели и 6 месячные цели останавливаться на всех мы не будем что самое интересное сейчас у банков на ближайших полгода будем смотреть итак я для себя лично выделил это евро цель по евро сейчас мы уберем все эти текущие уровни банков и чтоб чистый график значит по европейской валюте рассчитывают на плавное снижение прям вплоть до конца года к отметке 116 то есть плюс минус вот сюда они ждут цену в район предыдущей проторговки давайте еще раз найдем вот сюда они ожидают поход цены в принципе там плавное снижение на протяжении всего периода то есть ближайших три месяца они ждут что еще будет некая волна роста скорее всего на фоне того что американский доллар может еще просесть но они ограничивают если не ошибаюсь 1 23 а вот дальше уже плавное снижение то есть цель на 6 на 12 месяцев и к концу следующего года у них 116 объединенная цель до банковская понятно что у некоторых банков там потенциальный рост 135 но это единичные случаи мы берем больше всего попаданий да так дальше по британскому фунту то что я для себя выделил это цель 138 то есть они плюс-минус также прогнозирует что первых полгода будет рост вплоть до 144 а вот это хай до самый оптимистический прогноз а вот потенциальная цель концу 21 года это 138 плюс-минус не так далеко от этих отметок но прогнозирует рост да то есть по британскому фунту прогноз бычий интересно тоже посмотреть на канадский доллар стоит к нему присмотреться потому что потенциальная цель концу года 079 не так далеко да то есть принципе флэтовая история это можно использовать на опционах если прогнозируется что цена сильно меняться не будет и в принципе устоит на текущих отметках там практически цель на 36 12 месяцев одна и та же то это можно использовать как раз таки опционные конструкции а вот по австралийцу и новозеландцу очень разные прогнозы по австралийцу к примеру прогноз на то что первых полгода актив сможет подняться к 0 78 а вот концу года упасть к текущим значениям даже чуть ниже 0 75 вот такой прогноз по новозеландцу вот что прям меня сильно удивило так то что все банки настроены по этой валюте по быче да то есть они прогнозируют что на протяжении года будет плавный рост этой валюты и вплоть будет достигать 0 78 0 70 некоторые банки чуть повыше даже ставили но но вот так это достаточно серьезный апсайд да то есть новозеландец догонит и австралийский и канадский доллар по стоимости они там вблизи да и вот если мы посмотрим австралиец там 0 8 много еще но в принципе достижимая цель а вот для новозеландца это прям сильный апсайд поэтому стоит присмотреться как минимум к самому фьючерсу на новозеландец используя направленные стратегии либо либо присмотреться к активам которые номинированы новозеландских долларах это поможет заработать и на потенциальном росте активов прогноз по акциям достаточно оптимистичный к примеру и также на курсовой разницы что усилит доходность интересно посмотреть на золото она достаточно часто мелькает во всех прогнозах и у нас золото вот золото по золоту у нас объединенный прогноз что первых полгода рост до 2050 то есть это вот практически в хай практически в хай золото сможет достигнуть ну а дальше концу года падение 1850 сниже чуть чуть ниже текущих отметок опять же с большей вероятностью первых полгода у нас еще будет пандемия у нас еще будут фискальные стимулы печатание денег монетарные стимулы все что только можно будет сделать для того чтобы вас экономика возобновилась и восстановилась быстрее все это центральные банки будут делать таким образом стал делается ставка на то что американский доллар первых полгода еще будет под давлением а дальше уже возобновить свой рост хотя если посмотреть примеру на тот же евро на тот же швейцарский франк о котором я не упоминал то там прогноз что прям вот с первого квартала уже 21 года начнется плавные плавный рост американского доллара и плавное падение валют также чуть позже окей золото поговорили теперь поговорим если вы попробуете загуглить основные прогнозы инвестбанков да потому что интересно не только цены она еще и аргументация почему вот то первых не знаю 10 вариантов для поиска это конечно же будет секса банк он каждый год публикует прям невероятные прогнозы очень много сходится очень много не получается история не подтверждает поэтому давайте посмотрим на то интересно что я для себя выделил просматривая этот прогноз во первых они прогнозируют что в этом году будет падение стоимости офисных квадратных метров но это и так понятно принципе да люди уже почувствовали как это работать во время пандемии как работать из дома и соответственно необходимость в офисах необходимость штаб-квартирах она как бы уже отсутствует многие компании закрывают офисы многие компании переезжают примеру там вот сейчас большая миграция из калифорнии с кремниевой долины и в более лояльные штаты в более лояльные локации я имею ввиду налогообложения также секса банк прогнозирует корпоративные дефолты которые прям вот накроют экономику в середине 21 года сакса делает ставку на серебро которое будет использоваться в солнечных панелях байден за за зеленую энергетику а также серебро зарекомендовала себя хорошо как инвестиционный металл прогнозирует что в двадцать первом году будет значительный дефицит серебра соответственно спрос на серебро будет намного больше чем на золото и цена на серебро сможет как минимум удвоиться удвоиться да то есть 50 за серебро это конечно очень сильный прогноз учитывая то что серебро уже сделала со своих минимумов двадцатом году с до 12 до 25 26 это прям сильный рост для такого металла прогнозирует что текущее движение продолжится поэтому есть смысл если довериться сакса банку если все сойдется все звезды и так дальше есть смысл купить серебро продать золото да и использовать вот такой спред здесь скорее всего ставка будет идти на разницу в волатильности потому что если действительно в первых полгода тренд по драг металлам продолжится восходящий то серебро конечно же будет двигаться быстрее чем золото только за счет своей волатильности и таким образом спред будет приносить прибыль вот так и последнее это сакса банк делать ставку на emerging markets это у нас развивающиеся рынки они объясняют это тем что сейчас очень бурно развиваются технологии те же беспилотная доставка спутниковый интернет и так дальше все это упростит перенос производств в более дешевые места соответственно прогнозируют что в ближайшее время там на одни из из топовых мест в мировой экономике выйдет индия да выйдут казахстан россия мексика вот плюс-минус такие страны на такие страны инвесторы будут обращать внимание для того чтобы как-то аллоцировать свои средства доходность нам интересно и темпы роста сохраняются достаточно хорошие по сравнению с развитыми экономиками и как раз там будут искать преимущества по сакса банку все давайте посмотрим теперь целевые уровни по фондовому рынку то что я для себя отметил во первых очень интересно что многие из аналитиков крупнейших банков делают какие-то громкие заявления но это на секундочку еще не заявление банков это не пресс-релиз такие банки как goldman sachs к примеру они еще не выпустили по фондовым рынкам свое видение на 21 год есть некие заявки до аналитиков в том числе вот goldman и прогнозирует что 4 600 мы увидим по индексу широкого рынка концу 21 года 4 600 это достаточно серьезный потенциал роста это будет плавный рост по их мнению без каких-либо там булранов резких ралли либо резких падений просто плавный рост за счет стимулов опять же также дюпи морган они прогнозируют рост но с более оптимистическими целями там с менее оптимистическими целями 4 100 если же мы посмотрим на вот здесь шпарогалочка если мы посмотрим на объединенный то не у всех такие радужные то есть high прогнозирует 3960 low 2 600 в этом году и вот цель на 6 месяцев это 3 175 а цель на ближайших 12 месяцев 3 400 да то есть прогнозируется что в ближайших 6 месяцев произойдет коррекция 3 100 вплоть до 300 до и возобновление 3 400 ну конечно это все будет происходить по-другому не так потому что это все за два-три месяца можно отработать но что рынке войдут в период когда они не будут расти не будут обновлять свои максимумы а плавно будут снижаться к определенным отметкам и когда эти проблемы уже решаться а прогнозируется что уже во второй половине года вот тогда мы сможем увидеть какой-то потенциальный рост интересная ситуация по рассылу где прогнозируется рост индекса вот как раз это то о чем мы с вами говорили в пятницу что на текущий момент малый и средний бизнес они получают больше дотации они получают больше по больше помощи от государства соответственно этот индекс будет чувствовать приток нового капитала нового спроса и как раз таки на этом фоне можно тоже рассмотреть продавую историю с корреляцией покупка рассела и продажа примеру того же сын пи до широкого рынка потому что если рынке действительно продолжит расти то конечно же индекс малой капитализации он будет двигаться быстрее за счет чего правильно за счет своей волатильности которая значительно превышает по меркам индексов значительно превышает волатильность и сын пи all right так дальше на что мы еще посмотрим это конечно же прогнозы громкие заявления и так дальше то есть первое на что хочу обратить внимание это по поводу процентной ставки не очень качественная картинка но я думаю все видно то есть инвесторы закладывают outlook инвесторы закладывают что в ближайших как минимум ближайших два года ставка меняться не будет прогнозируется что только в двадцать третьем году будет первое поднятие ставки а в двадцать четвертом два поднятия ставки то есть что текущий уровень ставок будет поддерживаться очень длительный период ставки поднимают либо в том случае когда инфляция уже неконтролируемая растет до либо нужно стимулирует ужесточать монетарную политику до денег уже слишком много в рынке и их нужно начинать как-то изымать так вот там есть еще ряд факторов но основной фактор я заметил за последнее время это как раз таки инфляция то с чем пытаются бороться центральные банки развитых стран ну и плюс ужесточение 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 кредитной политики она сделает более привлекательным американский доллар как инвестиционный актив и конечно же американские облигации а на текущий момент спрос на облигации очень очень маленький слабый этот спрос за последнее время поэтому есть все шансы на то что они даже в двадцать первом году могут поднять я не понимаю почему рынок закладывать такие далекие ожидания прям что два года ничего меняться не будет в восемнадцатом если не ошибаюсь году тоже прогнозировали что будет три повышения ставки а в итоге понизили короче я считаю что будет намного раньше повышение ставки они не смогут поддерживать текущий текущий темпы восстановления уделен инфляция не будет оставаться на том же уровне при таком росте денежной массы но это мое мнение поэтому значит рынок закладывает то что не будет поднятия ставок это первое и второе то что китаем обгонит сша уже в двадцать восьмом году по объему ввп это прогноз аналитического агентства сибир не знаю кто они но в принципе прогноз мне нравится потому что китай уже вышел на до кризисные значения уже превысил их если мы говорим о экономике о производстве о темпах прироста ввп не только это агентство но и сами фрс они делали прогноз что темпы роста экономики сша замедлится до у них там замедление было незначительным на одну десятую процента это это агентство прогнозирует что снизится с 1 и 9 процентов темп роста ввп прироста ввп к 1 и 6 концу года концу года это достаточно существенное замедление экономики это первое второе китай не так быстро будет замедляться и темпы прироста там 5 процентов 5 с хвостиком это просто колоссальное третье место будет занимать япония как принципе сейчас и на 4 выйдет инди вот такие пирожки по их же мнению нефть упадет к 30 долларам но это двадцать пятом году поэтому еще не скоро если не прогнозирую что не будет падать очень далекий прогноз как по мне на что стоит обратить внимание это то что они практически все очень сильно пересмотрели свои прогнозы и ожидания по экономике китая да если прогнозировалось до этого что где-то китай сравняется с сша в 33 35 то на текущий момент это уже 28 к примеру на пять лет раньше это существенный прирост для китайской экономики поэтому есть смысл присмотреться к китая фона на что на китайский рынок либо к самому индексу используя там опционы если есть такая возможность но стоит быть аккуратным если использовать это на американском рынке есть риск для листингов китайских компаний и т.ф. который удерживают китайские компании поэтому есть смысл использовать эти торговые идеи связаны с китаем либо на брокере которого есть возможность перевести позиции на гонконг либо либо вообще не использовать зачем этот риск так в принципе в принципе я поделился всем тем что вот самое интересное самое сочненькое да это у нас европейская валюта это у нас новозеландец на секундочку который будет переть по мнению инвест домов будет переть вверх фондовый рынок застопориться и китай выйдет в лидеры не так скоро но в принципе китай достаточно серьезные темпы набрал за этот год они быстрее всех восстановились и прут дальше темпы замедляются ну не так быстро серебро по мнению саксабанка будет топовым металлом скажем тогда покажет хороший перформанс в следующем году так по поводу астрологических прогнозов я пропущу это потому что их очень много на самом-то деле каждый из каких-то ну я не сильно верю в это наверное есть этому какой-то статистическое подтверждение но их много их много значит есть спрос на эти прогнозы значит их кто-то читается и или прислушивается потому что если не прислушивались и бы не было alright если у вас есть вопросы вы можете их задавать вы это знаете всем хорошо отдохнуть всем хорошо отпраздновать все что только можно набраться сил отдохнуть от рынка как минимум торговать в ближайшее время есть смысл ну типа а какой лучше отдохнуть лучше перегрузиться и время от времени можно просматривать но это так чтобы не не терять хватку всем счастливо и до встречи уже в новом году а я в отпуск